Всем приветствуем мистерия. Классовая структура. Социальный струй народов Северного Кавказа в 16-18 веке, как и раньше, продолжал характеризоваться неравномерностью своего развития. В то время как в одних районах имелись налицо более зрелые и юридически уже оформленные феодальные отношения, в других районах феодализм еще не окончательно установил свое господство. Со существовали феодальные владения Дагестана, такие как Шамхальство Тарковское, Уцмийство Кайтакское, Ханство Казякумухское и другие, княжества Кабарда, так называемые аристократические племена закубанских адыгов и союза сельских общин Дагестана. Тухкумы Чечен и Ингушетии, демократические племена закубанских и причерноморских адыгов. Неравномерность социального развития наблюдалась не только между отдельными народными этносами, но и для них. Так, адыги. В 18 веке подразделялись по уровню и характеру развития феодальных отношений на две группы. Аристократическую и демократическую, как их стали именовать в русской литературе 19 века. А варцы, даргинцы, лесгинцы входили одной частью в состав феодальных владений, в другую частью составляли вольные общества. Осетины различных ущелья тоже отличались по уровню своего социального развития. Феодальные отношения на Северном Кавказе в значительной степени вызывали в недрах дофеодальных отношений и под прикрытием различного родовых и общинных учреждений и институтов. Переплетение феодальных отношений с более или менее сильными пережитками, приведущие роли феодальных, дает нам возможность определять эти отношения как феодально-патриархальные. Однако, подчеркивая все еще значительную роль дофеодальных, патриархально-родовых и первобытно-общинных отношений в социальном строе горцев Северного Кавказа в 18 веке, мы не должны забывать, что эта роль была все-таки второстепенной подчиненной. Безусловно, одним из наиболее важных показателей недостаточно высокого развития горского феодализма в 18 веке было наличие у большинства народов Северного Кавказа весьма значительные прослойки полусвободного, еще не полностью закрепощенного крестьянства. Таковыми были уезды в Дагестане, тфакотли у адыгов и другие по названию, но вполне соответствующие по своему социальному положению категории крестьян в Осетии, Карачае и Балкарии. Есть серьезные основания предполагать, что многочисленность этой социальной прослойки в 18 веке объяснялась систематическим пополнением ее рядов за счет освобождавшихся различными путями крепостных и феодально-зависимых крестьян. Таким образом, было бы неверным считать, что в данном случае мы всегда имеем дело с исконно свободными непосредственными производителями. В отношении, например, адыгов можно считать доказанным факт слияния в 18 веке в крестьянство незакрепощенных общинников, тфакотлей с вольноотпущенниками, азатами и беглыми крепостными. Именно это обстоятельство привело к тому, что число так называемого свободного крестьянства у адыгов в 18 веке не уменьшилось, а даже значительно возросло по сравнению с предыдущим периодом и продолжало возрастать на протяжении всей первой половины 19 века. Важнейшую роль в этом процессе увеличения числа относительно свободного сельского населения сыграла классовая борьба. Антифеодальные восстания горского крестьянства представляют наиболее важную особенность гражданской истории народов Северного Кавказа в 17 веке. Антифеодальные движения, как увидим ниже, проходят почти непрерывно на протяжении всего 18 столетия. Волны стихийно-крестьянских восстаний прокатываются одна за другой по всему Северному Кавказу, от Каспийского до Черного моря, от Дагестана до Черкесии. У адыгских народов в главе феодальной лестницы стояли князья Пши. Князь пользовался у адыгов неограниченной властью. Его высокое социальное положение признавали не только адыги, но и многие соседние народы Северного Кавказа. Он считался верховным владельем всех земель, населенных его подданными, главой своего народа, начальником его вооруженных сил, старшим из дворян. Князью непосредственно принадлежали населенные деревни. Княжеские аулы располагались обыкновенно вблизи княжеского жилья, которое обносилось оградой. За усадьбы князя селись его вольноотпущенники, за ними дворяне у орки. Кроме эксплуатации своих крепостных крестьян, князь имел право пользоваться трудом вольных жителей своего аула. В вассальной зависимости от князя находились все живущие в его владении у орки. Основную часть класса феодалов у адыгов составляли у орки, подразделявшиеся на несколько степеней. Однако деление адыгских у орков на степени условно. Резко выделялись по своим правам и привилегиям из общей массы адыгских у орков, состоявшие из нескольких фамилий, Тликатлеши и Деженуга, которые представляли первостепенных у орков. Эти два разряда у орков, хотя и являлись вассалами князей, находились от них в сравнительно меньшей зависимости и гордились тем, что свое высокое положение в адыгском обществе они занимали по рождению, и что своим званием они не были обязаны княжескому пожалованию, как другие адыгские у орки. Более знатными признавались Тликатлеши. Дежепуга несколько уступали Тликатлешам в своей родовитости, что отразилось в их наименовании, означающем «позолоченное серебро». Тликатлеши и Деженуга, в отличие от других княжеских вассалов, всегда жили отдельными от князя Аулами, которая называлась по их фамилиям, что указывало на особые привилегии. Тликатлеши и Деженуга сами были сюзеренами, имея при себе орков-вассалов. Наличие своих вассалов было отличительным признаком всякого Тликатлеши и Деженуга. С некоторыми оговорками Тликатлеши и Деженуга можно уподобить русским боярам-боченникам. Тликатлеши и Деженуга пользовались правами привилегированных феодальных землевладельцев и в своих аулах надеялись землей не только своих крестьян, но и своих вассалов и орков. Следующую ступень феодальной иерархии занимали беслону орки. И орки Шаут-Лугузы, первые из которых были вассалами князей, вторые – первостепенных уорков. Эти уорки получали от своих сюзеренов при вступлении в вассальную зависимость орк-тын, узденьскую дань, состоявшую из земельного участка, некоторого числа крепостных, рабов, скота, оружия и т.д. Размер орк-тына зависел от обоюдного согласия сюзерена и вассала. Орк-тын переходил, как правило, по наследству, но в случае, если вассал хотел покинуть своего сюзерена, он должен был возвратить ему орк-тын. Феодально зависимое крестьянство делилось так же, как и класс феодалов, на несколько категорий. Основную массу феодально зависимого крестьянства у адыгов составляли так называемые тфакотли, у кабардинцев – тлхукотли. Особенно многочисленная эта категория крестьянства была у абадзехов, шапсугов и натухайцев. У арестократических племен адыгов эта прослойка, состоявшая в основном из еще не закрепощенных общинников, была в XVIII веке значительно меньше и подвергалась относительно большей эксплуатации, чем у демократических племен. Крепостное крестьянство у адыгов подразделялось на две основные категории. Одни из них имели свое собственное хозяйство и жили отдельно от своих господ. Они носили название ок и напоминали по своему положению обращенных крестьян России. Другая категория крепостных состояла из крестьян, живших во дворе своих господ и не имевших своего хозяйства. У закубанских адыгов эта категория крестьян обычно носила название дихефитейт, у кабардинцев лагуна Пыты. Обе категории крепостных крестьян именовались у адыгов пшитлями. Они представляли собой менее эксплуатируемую и имущественно более обеспеченную категорию крепостного крестьянства. Самый низкий и бесправный разряд эксплуатируемого населения у адыгов составляли рабы унауты. Они пополнялись главным образом за счет военнопленных или похищенных людей, упрощавшихся в рабов. Рабы у адыгов часто переводились из положения домашних рабов в положения дворовых или барщинах крепостных. В этом случае они получили от своих господ рабочий скот и необходимые сельскохозяйственные инвентарии, обзаводились семьей и жили отдельными домами. Это показывает, что у адыгов и других ингурцев Кавказа рабство уже исторически изживало себя. Основной формой эксплуатации непосредственных производителей являлась в XVIII веке феодальная эксплуатация, которую у адыгов и других народов Северного Кавказа осуществлялась в форме продуктовой и отработочной ренты. В Дагестане во главе класса феодалов стояли шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, кади и другие, также являвшиеся верховными собственниками земли в своих владениях. Вслед за ними по значимости стояли беки. Они были тоже крупными земельными собственниками, они наследственно владели пашными, покосыми, пастбищами. Кроме того, имелись земли, данные владителями за службу в условную собственность на определенный срок или пожизненно, а иногда даже с правом передачи по наследству. Беки Дагестана делились на беков, которые свое происхождение вели от шамхалов, ханов и других феодальных владителей Дагестана, и так называемых карачебеков, которые свое происхождение возводили к тем далеким временам, когда еще не было в Дагестане указанных верховных правителей. Карачебеки имелись только лишь в нескольких селениях северного Дагестана, Карбулаха, Кентия, Губдения, Арпели, Кораная и Шкартия. Вслед за этими двумя разрядами беков шли так называемые чанкобеки, то есть беки, рожденные от неравного брака феодальных владителей или беков с женщинами незнатного происхождения. К феодалам относились также и селоуздения укумыков, хуникатри, цимрдалу, лаков и аналогичные разряды феодалов и других народов Дагестана. Наиболее многочисленную часть крестьянства в Дагестане составляли свободные общинники, носившие у большинства народов Дагестана название уздения. Эта категория крестьянства по своему социальному положению была аналогична с факотлем закубанских адыгов. Они также подвергались более тяжелой эксплуатации в феодальных владениях и была более свободной и многочисленной в вольных обществах, где почти все считались уздениями. Различные категории крепостных крестьян в Дагестане выполняли, как и у адыгских народов, барщины и повинности, и платили продуктовый, а иногда и денежный оброк. У осетин, тагаурцев и куртатинцев господствующий класс феодалов носил название «Алдарт-Геат», в зависимости от которого находились различные категории крестьянства. Наиболее многочисленная из них называлась фарсаглагия. Это были, подобно адыгским тфакотлем или дагестанским уздениям, еще не окончательно закрепощенные крестьяне. Они имели право в любое время уйти от феодала и даже владели собственными участками земли. Промежуточное между крепостным крестьянином и рабом положение занимали кавдасарды, рожденные от брака «Алдарт-Геат» с женщиной из сословия фарсаглагов или наложниц рабынь. Кавдасарды, являясь собственностью той феодальной семьи или фамилии, которой принадлежал их отец, находились в полурабской зависимости от своих родственников по отцовской линии. Однако они не могли быть проданы или подарены кому-либо. Кавдасарды могли иметь свою семью, хозяйство, владеть землей. В кругах обязанностей и повинностей был довольно неопределен и зависел от воли их господ. Эта категория крестьянства замечательна тем, что ее происхождение показывает нам один из своеобразных путей перерастания в условиях Северного Кавказа домашнему рабству в крепостничество. Характерно, что в Тагаурии поимелась и категория рабов, ряды которых пополнялись за счет пленных и купленных невольник. Несколько отстававшее в своем развитии лагерское общество осетин тоже делилось на два сословия – феодалов-алдаров и крестьян-фарсаглагов. Примерно такой же была и социальная структура в Тагаурии, где феодалы именовались бодилятами, в зависимости от которых находилась полузакрепощенная категория крестьян – адамихаты и кумаякб, происхождение и положение которых было сходно с кавдасардами других районов Осетии. Как и всюду в Осетии, в Тагаурии были рыбы, косоги и хихесы. В Балкарии господствовали феодалы Таубии, в различной степени в зависимости от которых находились Каракиши и Осакчи. Каракиши пользовались землей на правах личной собственности, однако продавать ее без разрешения Таубии, которому они подвластны, не могли. Утратив уже в значительной мере личную свободу, что Каракиши должны были выполнять в пользу Таубиев некоторые повинности платить им натуральный или денежный оброк. Осетии уже потеряли права на землю, но сохранили личную свободу. Они тоже платили, подобно тому, как это делали Каракиши, оброк в пользу Таубиев, на земле которых они жили. На положении крепостных крестьян из Балкарии находились чагары, которые выполняли для своей господ и все виды барщины. В бесправном положении рабов находились казаки, мужчины и икра, ваши женщины. Следует отметить, что в русских документах 18 века термином «уздень» обычно обозначались кабардинские и другие адыгские, черкесские, урки, феодалы. Очень близки по своему общественному стройку балкарцам русственной им карачаевцы. Высшим сослоем абазинского общества были князья Аха, которые возглавляли отдельные абазинские племена. В 18 веке абазинские князья находились обычно в зависимости от кабардинских или бессленевских князей, и потому считались уже не вполне самостоятельными сюзеренами. В этом отношении они напоминали балкарских Таубиев и дегорских бадылят. За ними шли два разряда вассалов. Наиболее многочисленный слой их составляли Агмыста. Они равны были по своему положению второстепенным кабардинским уоркам и находились на службе или непосредственно у князей, или у больших Агмыста. Агмыстаду, которые были владельцами отдельных селений и по своему положению напоминали первостепенных кабардинских уорков. Основная часть абазинского крестьянства состояла из лично свободных общинников, носивших название Тлекаша или Авывы. Эта же категория крестьян в источниках и литературе именуется анхаю. На положении крепостных находились лыги. Они имели собственные средства производства, которыми обрабатывали господское поле и выполняли другие барщины работы. В самом бесправном положении находились домашние рыбы унавы. Значительным своеобразием в XVIII веке отличался и общественный строй Чечни и Ингушетии, продолжавшие развиваться по пути феодализации в специфических местных условиях. В горной зоне и кровнорусственные союзы Тейпы в XVIII веке, как и в предшествующие столетия, не имели хозяйственного единства и социальной однородности. Внутри Тайпов протекал интенсивный процесс имущественного и социального расслоения, укрепления богатых и влиятельных семей, для которых общее Тайповое единство и солидарность служили удобным прикрытием фактической эксплуатации сородичей. Главенствующее положение занимали старшины, именуемые в документах того времени лучшими, благодарными, благородными, влиятельными, почетными людьми. К концу XVIII века в горной Ингушетии старшины, будучи избираемые из богатейших семей и по причине частого повторения выборов из тех же семейств обыкновенно присваивают себе права старшинские от отца к сыну наследственно. Нередко старшина Крабулак остановился приемным отцом, отолыком кумыгских и других князей, что сближало их с феодальной знатью соседних народов. Наряду с ним в сословной иерархии занимали место бячта военные, предводители и служители культа, мулы, кади и другие. Эта верхушка и задавала тон о сходках селений и сельских обществ. Основная масса горских крестьян была лично независима, представляя собой крайне пеструю картину социально-экономической состоятельности, от прочной зажиточности заживные до безземельных и безлошадных бедняков, убогих, бездомных голяков, бойгуший. Все они, однако, считались одинаково уздениями и крайне дрожили этим статусом. Особую прослойку составляли личные рабы, происходившие чаще всего из военнопленных, захваченных на стране и в соседних обществах, собственно, Чечни и Ингушетии, включая тех, кто попал в кабалу в силу различных экономических причин. Положение лая-раба в обществе было бесправным, а прикрепление его владетелем к земле приравнивало к положению феодально-зависимых крестьян. Не случайно в русских документах лая фигурирует как холопы. Кроме того, многочисленные, традиционно обеспеченные хорошими сельскохозяйственными угодьями, а значит сильный и богатый тайп, не только дифференцировался внутри, но и сам в целом занимал привилегированное положение среди других тайпов. В результате среди чеченских и ингушетских обществ, то есть отдельных тайпов или других союзов-турхумов, в 18 веке чаще стали различия и одни из них попадали в зависимости от других. Общественно неполноправными часто оказывались тайпы пришлые, которым противопоставлялись коренные в данной местности поселенцы. И хотя члены главенствующих и зависимых тайпов именовались равноузденними, их социальный статус был фактически столь же различен, как и тех тайпов, которым они принадлежали. Таким образом, при всей незавершенности еще процесса феодальной эволюции общественного строя, у горных чеченцев и ингуши наименование всех их узденними затушевывает их те социальные противоречия, которые наличествовали у них в 18 веке. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok